Приветствую вас. Аноним несложно увидеть, что вы довольно требовательны к себе, вот. В том смысле, что вот вы общаетесь, общаетесь просто так, вы уже говорите, что ну я ему там должна что-то, да, то есть я ему там уже должна буду идти там и так далее. Вот, а почему вы так решили? Что вас наводит на мысль о том, что вы должны будете ему идти, ну, честно говоря, не совсем для меня очевидно. В том смысле, что даже если вы ему, даже если он вам даст понять, что там вы действительно что-то должны. Хотя, ну, я думаю, что если бы человек вот, ну, в таком ключе отношения бы воспринимал, то вряд ли бы он с вами в отношении встретился. Я надеюсь, он достаточно рекордный, чтобы понимать, какой вы человек, что вы не тот, кто будете там вам с головой кидаться в отношения. Вот, поэтому вы слишком, на мой взгляд, требуете от себя. Много требуете от себя. Вот. Много это вам может не позволять быть собой. Но это ощущение, ощущение, что вы что-то должны. Это ощущение, что вы что-то должны. Может также делать вас достаточно осторожны в отношениях. То есть, ну, позиция здесь, она примерно такая. Я буду аккуратно себя вести, чтобы, там, вдруг, от меня не потребовало чего-то такого, что я, не знаю, сколько там говоря, ну, не смогу дать, например. Да, или вот какая-то такая история. То есть, откуда-то у вас есть опыт такой, что от вас попробует, да, вы не сможете отказать человеку. Опыт этот явно не из приятных. Понятно, что такой опыт, в принципе, приятным быть не может. Но, тем не менее. Вот. И, соответственно, этот страх, что от вас что-то бодрее будет, он, ну, в принципе, вполне может блокировать ваши, так сказать, ну, порывы ваше сердце, начинание и так далее. Это первое. Порой, мне кажется, что вы, вот, находясь под давлением вот этого вот того, что от вас, возможно, что-то потребует, да, вы себя задавили. То есть, вы себя передавили. Ну, вероятно, я, конечно, я, конечно, вот, не знаю, наверняка, но, вот, мне кажется, что придавили вы себя здесь, вот, и зажали себя так, что не знаете, чего вы хотите. Вот. Поэтому, здесь стоит учиться, мне кажется, к себе прислушиваться. То, вот, учиться замечательных запорев, и, самое главное, у вас самый главный вопрос, ну, вот, вы будете, допустим, допустим, вы им будете, а, допустим, что проходят дальше. Вы боитесь, что не сможешь им отказать, или вы будете чувствовать вину, вот, или, может быть, у вас страх есть, вот, а может быть, еще что-то. То есть, вот, понимаете, чувствуется, что у вас есть какая-то тревога внутренняя, да, ощущается, что у вас есть внутренняя тревога. А вы как будто бы ее, не знаю, то ли не заменчаете, вот, то ли привыкли, ну, привыкли, например, ее игнорировать, вот, то ли что-то еще. Вот, так вот, конечно, одночасно сказать, фу, но, так или иначе, ваше внимание на это обратить я хочу. Чтобы вы заметили, вот. Дальше. Почему вам, вот, то очень сильно не хватает общения, то вам прям тяжело общаться. Опять же, здесь есть свои нюансы. В идеале, конечно, лучше всего, в идеале лучше всего, чтобы вы пообщались с психологом, да, вот, в идеале, чтобы вы пообщались с специалистами и разобрались в себе. Вот, так я могу сказать, что вы невнимательны к себе, вот, ну, как, как вот мне кажется, вы к себе невнимательны. И за счет этой невнимательности к себе, а единственное чувство, которое вам доступно, это потребность в обществе. Вообще нет. То есть, по сути, это обращение вашего внимания на внешнюю сторону. Вот. То есть, не на себя, а на внешнюю. Вот это не всегда идет на пользу. Это очень часто несет только вред вам. Ну, только вред часто несет. Вот. И мне кажется, что вы могли столкнуться именно вот с такой ситуацией. Ситуацией, когда социальный ориентир, который у вас надо, попал. Вот. Он может таким вот образом, ну, вероятно, негативным. Влиять на, на вас, вот, влиять на то, как вы себя чувствуете, на то, как вы себя воспринимаете. Вот. И так далее. Поэтому, тут можно только предполагать. Чтобы понять себя, чтобы вам понять себя, совершенно точно нужно обратно связь с вами, нужно общаться с вами, чтобы почувствовать вас, чтобы понять вас. Сейчас, чтобы увидеть вас лучше. Сейчас это, ну, сейчас это, знаете, просто история про человека, который сам не знает, что он хочет. Вот. И это же неплохо. Поймите правильно. То есть, это, ну, это неплохо. Вот. Просто важно в этом разобраться. Вот. Может быть, может быть, вы, на самом деле, такой человек, что вы, вот, не знаете, что хотите, и, эээ, к интимным, в первую вас такое отношение, типа, ээээ, я не верно, если хочу, или хочу с ним. Ну так, посмотрите, откуда включается этот момент, откуда включается этот аспект, если я чего-то дам должна кому-то. Вот откуда это появляется у вас. Вот на это, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Потому что, на мой взгляд, краски это вам мешает. Ну, по моему мнению, это вам мешает очень сильно. Да, есть страх у вас, совершенно очевидно, у вас есть страх. Замечаете ли вы эти страхи в себе? Замечаете ли вы что за этими страхами? Большой вопрос. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что не мешает. Но я могу ошибаться, понятная идея. Вот как-то так. Какой-то такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И в целом могу сказать, что мое ощущение от прошения вашего текста, это ощущение очень такой синей напряженности. Вот. Синей недоверчивости и сильного стремления контроля. Вот. А важно понимать, что контроль это неплохо. Контроль это совсем неплохо. Но я бы сказал, что у вас он не естественен и во всем. Вот. Я бы, я бы так на это, я бы так это охарактеризовал. Вот. Я не считаю, что, знаете, что вы делаете что-то дурное. Вот я совершенно так не считаю. Но мне кажется, что вам, вам самой тяжело, вам самой тяжело жить вот в таком, ну в таком ритме, да, в таком режиме. И хочется уже расслабиться, хочется уже как-то вот, ну опустить эту ситуацию. Вот. А опустить не получается, что есть страхи. Например, что я буду должна там что-то, то-то, то-то, то-то и так далее. Вот. То есть, на вне, на вне, на вне, если вот мы говорим, если мы говорим про то, что можно увидеть из ваших текстов вне, это граница, личная граница. Насколько я ограничиваю себя от, там, другого человека, помимо того, что я уже сказал. Глубже, здесь вариантов много, достаточно. Вот. Я бы не хотел эти варианты сейчас перечислить, потому что могу ошибаться, могу вне брав, вот. И получится, что я играю просто в вашем учительнике, в вашем проживании, мне бы этого не хотелось. Вот. Поэтому, эм, решайте вы, вот. Ну, я бы, я думаю, что если вы себя не понимаете, то лучший способ, лучший способ себя понять, это пойти на психотерапию, вот, и заниматься психотерапией, ну, регулярно, вот, чтобы себя понять. Замечать в себе, вот, посредством той же психотерапии, замечать в себе определенные моменты, вот, замечать в себе определенные аспекты, которых раньше вы, ну, в принципе, не замечали. Да? То есть, как бы, ну, это вот, эм, те вещи, на которые вы, может быть, не обратили бы внимания сами, а вот, э, психолог, да, возьмет и обратит. Ну, у нас, как бы, работа такая. Поэтому, если вы готовы к этому, то, э, это будет самый лучший, э, способ, э, вам, э, себе разобраться, вот. А, так, э, ну, можно, э, можно спросить себя, почему я, например, вот, думаю, что я, там, кому-то что-то должна, ну, буду, да, вот, почему я, например, э, так считаю, вот. А если я, вот, должна, как я это восприму, как я это могу отреагировать, вот, буду ли я разочаровываться? А могу ли я, э, сказать, э, э, человеку, в смысле, вот, э, мужчине, что, ты знаешь, я пока не готова, там, вот, к интимной, как бы, жизни, да, и, может быть, да, не готова вообще, может быть, я не готова, там, это честно. Так, вот, готова ли я быть честно, вот, готова ли я к тому, например, что человеку-то не понравится, и он захочет уйти, например, а, вот, там, не знаю, что он обидится, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, потому что, вот, такая история, она тоже вполне может быть, вот, понимаете, да? Поэтому, такой вопрос, очень неоднозначный, это, ваше жизнь, и, обращаться, мне кажется, ваше жизнь нужно осторожнее, деликатно, вот. Помню о том, что, можно, ну, можно, там, поранить, можно, не вначале сделать более, и прочее, прочее, прочее. Вот, пока вот, что-то. На этом всё, э, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, что, э, вы, сделаете для себя какие-то выводы, э, я надеюсь, э, на обратную связь, э, по, э, своему ответу, там, повелут, э, вам, э, начать, э, работу над собой, э, вот, если вы этого, ну, если вы этого хотите, конечно. Вам я желаю управлять, вот, э, вот, к Продолжение следует...